Добрый вечер! Важно создавать свою стратегию развития, учитывая мировой и отечественный опыт. Брест с рабочим визитом посетил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Необходимо создавать все условия для того, чтобы наш областной центр стал еще более уютным. В Бресте стартовал масштабный ремонт асфальта во дворах жилых многоквартирных домов. Вальс на легендарных автомобилях «Урал», марш-бросок и настоящая солдатская каша. Чем еще запомнился день ВДВ гостям и жителям областного центра? Об этих и других событиях прямо сейчас. На текущей неделе Брест с рабочим визитом посетил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. В центре внимания развитие производственного и сельскохозяйственного направлений. Вопросы, связанные с повышением эффективности работы тех предприятий, которые сегодня оказались в списке аутсайдеров в белорусской экономике. О том, какие трудности уже остались позади, а также над чем еще предстоит поработать, подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Вот и пошли мини-шеги, шеги пошли, уцелы пошли, фреза пошла. За 30 лет работы на предприятии «Ковры Брест» Надежда Кинных, как и многие ее коллеги по цеху, своими глазами наблюдала эволюцию этого большого производства, появившегося на промышленной карте Беларуси в далеких 60-х годах прошлого столетия. Гигант во всех смыслах с первых дней своего существования заявила о себе как серьезном партнере и уверенном торговом представителе на рынке сбыта. С каждым годом здесь наращивались производственные обороты, расширялась модельная линейка. Однако не все оказалось так гладко. Сложности возникли в начале 2000-х. Дефицит оборотных средств и накопившиеся убытки заставили акционерное общество прибегнуть в 2014 году к крайней мере объявлении о банкротстве, после чего начался процесс санации. Сегодня, благодаря грамотной антикризисной программе, предприятие медленно, но уверенно поднимается на ноги. На сегодняшний день мы преодолели несезоние, скажем так, потому что ковры – это сезонная продукция. Сейчас с августа месяца начинается сезон. Заказами мы обеспечены. Проблема наша, как была, так и есть – это оборотные средства. Но сегодня более-менее мы и с этим справляемся. То есть работаем мы конкретно на склад, мы не нарабатываем, работаем конкретно на покупателя. Структура складских запасов значительно изменилась. То есть сегодня у нас на складе вся продукция, это где-то порядка 180 тысяч метров квадратных у нас на складе сейчас, и вся продукция будет реализована практически на 100%. О том, насколько эффективна в Бресте идет процедура санации открытого акционерного общества ковры Бреста, а также как обстоят дела с реализацией других антикризисных планов. Об этом и не только шел предметный разговор во время посещения предприятия председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Он отметил, в последнее время, благодаря взаимному тесному сотрудничеству всех участников процесса реабилитации, а это и представители республиканской и местной вертикали власти, руководство открытого акционерного общества, удалось выработать план, который помог бы преодолеть те трудности, с которыми сегодня столкнулся коллектив ковры Бреста. Особое внимание будет сконцентрировано на рациональном использовании помещений. Мы договорились с городом Брестом, с руководством города Бреста, поддерживается эта область полкомом. Здесь больше 40 тысяч квадратных метров производственных площадей не используются. Но они сегодня на балансе, они сегодня отапливаются, освещаются, охраняются, там какие-то люди и так далее. Надо более компактно это все сделать и, безусловно, надо таким образом сократить издержки производства. Сегодня, по мнению Михаила Мясниковича, свет в конце тоннеля появился. Поэтому очень важно именно сейчас принять нужные меры для того, чтобы предприятие смогло уверенно вернуться в рейтинг успешных. К сожалению, пока не столь обнадеживающим является положение еще одного производства, которое посетил в рамках рабочей поездки глава Совета Республики. Речь идет о Брестском электроламповом заводе. Единственное в своем роде предприятие в стране переживает не лучшие времена. По мнению Михаила Мясниковича, во многом это связано с тем, что до сих пор оно не имеет конкретной стратегии развития. Сегодня, когда мировой рынок практически еженедельно диктует обществу новое правило, расширяя спектр выпускаемых товаров и совершенствуя уже существующее, очень важно быть на чеку, активно осваивать новинки. Освоение новой продукции – это крайне необходимая мера. И если предприятие и дальше будет только обещать, они уже обещали мне, когда еще и премьер-министром работал, не выполнили эти обязательства, сейчас повторяется та же картина, то возможно и кадровые, как говорится, рассмотрение кадровых вопросов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Врач от Бога. Так говорят о тех, кто всю жизнь идет рука об руку с любимой профессией. Для кого одной из первостепенных ценностей является помощь другим, кому свойственны четкость и сострадание, и, наконец, невероятная преданность своему делу. Все эти характеристики как нельзя лучше описывают героя нашего сюжета. Речь идет о главном враче Брестского областного онкологического диспансера Константине Георгиевича Шелепне. Наград и благодарностей за труд в копилке доктора не счесть. В этом году Константин Георгиевич стал почетным гражданином города Бреста. Символично то, что звание было присвоено доктору в торжественной обстановке в день его рождения и одновременно день рождения областного центра. В родных стенах врача-онкодиспансере наша съемочная группа встретилась с доктором. Главврач с удовольствием провел экскурсию по современному зданию и поведал немало эксклюзивных фактов из профессиональной деятельности и даже биографии. София Бережная продолжит тему. Константин Георгиевич всегда рад гостям. К нему нередко приходят благодарные пациенты. За словом поддержки обращаются больные. И нашу съемочную группу врач встретил тепло, но до последнего не знал, чем вызван интерес к его личности и о чем мы будем беседовать. Скромный по своей природе, о заслугах Константин Шелепень умолчал. Начал диалог о последних новинках в области медицины. Привел статистику, рассказал о молодом персонале. Но на этот раз в эпицентре внимания сам врач. Каков он доктор с большой буквы, всецело посвятивший себя профессии, человек, осознанно выбравший довольно непростой путь. История о том, как в его жизни появилась медицина, стала настоящим откровением. Мой отец, участник войны, пожилой человек, он рано умер и болел очень. И вот у меня была такая идея, что стать доктором и помочь в лечении. Но он умер, я еще учился тогда в школе, но как бы, как можно сказать, там обед, не обед давал. И я поставил себе задачу, хотя в то время, в 65-м году, поступление школьника на лечфак, это было очень сложно, нужно было сдать все на пятерки. Но я эту цель себе поставил и как бы ее и решил. Понимаете? Ну, то есть для меня вот уже в юношеские годы это было ясно и понятно, что я должен быть доктором. Константин Шелепень окончил Минский государственный медицинский институт, прошел службу в вооруженных силах СССР. До поста главврача Бресского областного онкологического диспансера работал в родном городе Барановичи. С тех пор признается доктор, как ему доверили ответственную должность. Многое изменилось. Когда-то сложно было даже вообразить, насколько далеко шагнет вперед медицина. Сегодня Константин Георгиевич водит нас по кабинетам ставшего родным учреждения. Показывает современное оборудование диспансера и поясняет, даже заграничные лечебницы не имеют таких сверхэффективных современных аппаратов. Но техника техникой, а в том, что касается лечения больных, все же главную роль играют врачи. Своим составом специалистов, а это порядка 200 человек, главный доктор-онколог области гордится. А как иначе, под руководством такого человека не могут работать непрофессионалы. Когда я проходил службу в советской армии, они научили меня не кричать. Но требовать я всегда требую, не повышая голоса. Мой коллектив знает о том, что я не кричу, но, как говорят, если это положено, ты должен это сделать. Вот и все. Какие методы, это разные методы есть, скажем так. Но в целом, я, например, то, что у нас новое оборудование или методики лечения, не нужно насиловать врачебный персонал, они сами с удовольствием берут. И все прекрасно понимают, что это будущее, потому что медицина все-таки развивается. Став главврачом областного онкодиспансера, Константин Шелепень не ушел от практической деятельности. Профессионализм доктора – показательный пример для молодого поколения врачей и даже для его опытных коллег. Главный онколог Брестской области каким-то невероятным образом успевает все. Развивать и укреплять лечебно-диагностическую базу диспансера, строить лечебные и радиологические комплексы и одновременно внедрять свои личные методики лечения. С первых дней работы и по сей день Константин Шелепень делает все возможное для создания комфортных условий для пациентов. Врач убежден, пациенты не должны встречать серые стены больницы. Поэтому в учреждении светло и уютно. Палаты оборудованы по последнему слову. Человек приходит с бедой, да, а тут еще все серое, все, но это не есть хорошо. Я просто видел за рубежом клиники, когда они как-то упрощают, ну не казарма, что называется, да, это нормально. Но тем не менее тяжело, но вот с 89-го года практически то, что задумывалось тогда, скажем, в прошлом году реально уже воплощено. Хотя еще очень много у меня таких есть всяких задумок, которые, ну они практически должны быть. Побывав на экскурсии в онкодиспансере с таким интересным экскурсоводом, как Константин Шелепень, понаблюдав за врачом во время операции и, наконец, пообщавшись с доктором, мы не могли не восхититься этим человеком. Врач от Бога это именно про него. И очевидно, что доктор Шелепень – самая достойная кандидатура для столь высокого звания. Звание почетного гражданина города Бреста. И на наш взгляд символично, что день его рождения совпадает с днем рождения города. Константин Георгиевич мудрый и добрый, опытный и отзывчив. И главный его принцип – если человек выбрал профессию врача, он должен работать на результат, коим являются здоровые пациенты. Сегодня там ехал тоже, и тут идет дама, ой, здрасте Константин Георгиевич. А я долго вспоминаю, кто это, это моя пациентка, понимаете. Вот это самая отличная награда. София Бережная, Адуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. От общего к частному. В Бресте стартовал масштабный ремонт асфальта во дворах жилых многоквартирных домов. Первым делом работники дорожно-эксплуатационного предприятия устраняют ямы у подъездов к учреждениям образования, детским садам и школам. Какими способами будет производиться ремонт и сколько средств было выделено на устранение этой острой проблемы, узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой. В этом году дорожный ремонт во дворах областного центра проводится в три этапа. В первом случае в порядок будет приведено дорожное полотно подъездов к школам и садам. Вторая очередь коснется так называемых сквозных или транзитных кварталов. Но на третьем этапе спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия войдет в каждый проблемный двор. В основном работы будут проводиться вот этими машинами, это струйно-эксплуатационным способом с применением битумной эмульсии и щебня. Но в то же время будут работы проводиться и горячим асфальтом. Где-то примерно через неделю, через две мы начнем работы и горячим асфальтом. Но это здесь будем выбирать уже в зависимости от разрушения, в зависимости от состояния дорожного покрытия во дворах. Мы выбираем, каким способом будем производить этот ремонт. Но пока горячим асфальтом мы еще не работаем. Сегодня дорожники латают дыры и мелкие трещины во дворах микрорайонов в Востоке Вулика. По словам заместителя председателя Брестского госполкома Николая Якубовского, самых проблемных участков в областном центре. Проблема острая, она назрела уже давно в городе. Особенно в кооперативных домах, ЖСПК так называют. Потому что если еще дома местных советов, где жрел, там еще финансирование было. Сейчас уже эту статью убрали, все здесь с новыми жилищными правилами. Поэтому работы очень много и работа нужная. На ремонт дворовых территорий в областном центре из городского бюджета планируют выделить порядка 3 миллиардов рублей. По предварительным данным, все работы по реконструкции дорожного полотна работники ДЭП будут вести с августа по ноябрь. К другим темам. Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник – День железнодорожника – отмечают труженики стальных магистралей Беларуси. Его история уходит корнями во времена царской России. Праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I, который начал строительство железных путей сообщения. Одно столетие сменяло другое, а путейное дело не теряло своей актуальности. Город над Бугом стал одним из первых городов царской России, в котором появилась железнодорожная станция. И до сих пор ее работники прикладывают немало усилий, чтобы главная рельсовая артерия города таковой и оставалась. Среди них – герои нашего следующего сюжета – навечно преданные стуку колес и поездам. Тему продолжит Виктория Драгобецкая. Здравствуйте, как вы расположились? Эту фразу за почти 40 лет работы проводницы Галина Шеметюк произнесла несчетное количество раз. Всегда с улыбкой, выглаженной белой рубашки и доброжелательным отношением. Она – пример для подражания многим железнодорожникам. За многолетний труд на белорусской железнодороге Галина Владимировна не раз удоставилась почетных наград, среди которых – медали за добросовестную работу первой, второй и третьей степеней. Миф о том, что будни проводника вроде как хорошо знакомы каждому. Билеты проверил, чай раздал и сиди в купе. Героиня нашего сюжета быстро развеяла. Работа проводника и дорога – это действительно не только романтика и какое-то развлечение. Это действительно такой довольно-таки серьезный, тяжелый труд, который, как я уже говорила, требует всего. И внимания, и действительно, и ответственности, и всего. И все это дисциплинирует нас на нашей работе. Шеметюк Галина Владимировна – работник опытный, квалифицированный. Уже большое количество лет трудится на железнодорожном транспорте. Таких людей, вы знаете, не очень много, которые любят свою профессию, отдают, можно сказать, всю свою жизнь ей. Юрий Павлюковец из этой же плеяды – опытных и преданных своей работе людей. Он связан со железной дорогой ни много ни мало – 13 лет. И вопреки всем приметам очертовой дюжины, для нашего героя это число счастливое. Новые люди – города и страны, стук колес и горячий чай. Как признается сам Юрий, благодаря работе проводника посмотрел целый мир. Кстати, железнодорожник по совместительству еще и поэт. Часто новые стихотворения рождаются прямо в поезде. А ведь в профессию Юрий попал случайно. Но сознание того, что это самая случайность и есть его призвание, стало понятно в первой же поездке в далекий Новосибирск. Больше всего запомнилась, наверное, первая дальняя поездка зимой. Когда опыта еще мало, морозы сильно большие. Но благодаря опытным проводникам и сам стал опытным. Сам аромат вагона, чай вагонный, стук колес. Вот без этого сейчас как-то не представляешь даже. Свой профессиональный праздник многие сотрудники железной дороги встретят на рабочем посту. Одни запровождая поезд в соседних странах, другие подготавливая вагоны состава к будущему рейсу. Почти всех их объединяет профессионализм и преданность своей работе, за которые брестские железнодорожники будут удостоены грамоты и благодарственных писем. В преддверии профессионального праздника, день железнодорожника, за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей и личный вклад в устойчивую работу белорусской железной дороги награждены 86 работников брестского отделения. Среди них есть железнодорожники, награжденные такими наградами, как гоноровый транспортник Министерства транспорта и коммуникаций, нагрудным знаком почетный железнодорожник и знаком выдатник белорусской челунки. А также есть работники, награжденные наградами, почетными грамотами местных органов власти. Как правило, однажды став тружеником стальных магистралей, им остаются навсегда. Так произошло и с героями нашего сюжета Юрием Павлюковцом и Галиной Шеметюк. Для них железная дорога стала праздником длиною в жизнь. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, днем железнодорожника. Желаю вам благополучия, осуществления ваших планов и здоровья. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарщук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Трудовые будни спасателей насыщены полны сложных и непредсказуемых ситуаций, требующих от представителей профессии выдержки, терпения и мужества. Однако не только на службе проявляются сильные качества бойцов. Огнеборцы из года в год стараются внести свой вклад в одно общее дело – сельское хозяйство. Они оказывают посильную помощь в уборке урожая, тем самым доказывая свое неравнодушие к благополучию и процветанию Брестского края. О героях, заслуживающих особого внимания, о том, каков их труд, об этом и другом материале Софии Бережной. Итоги уборочной кампании 2015 стали красноречивым свидетельством того, что для представителей службы дня и ночи в нашей области невыполнимых задач не бывает. Общий каравай Брещен и МЧСовцы пополнили 30 тысячами тонн зерновых. Сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области и в этом году без всяких сомнений взялись за нелегкую работу. Число активистов – 28 человек. Олег Гладкий – яркий пример для спасателей из города Барановичи – труд только в радость. С начала уборочной кампании ежедневно в свободное отнесение службы время он работает в поле, к делу подходят скрупулезно, трудятся на качество. У каждого человека есть, скажем так, хобби. Кто-то любит рыбалку, кто-то охоту. Я люблю это убирать, работать на кампании. Да, нелегкий труд, но это надо. Это где-то в глубине души, это для нас, я скажу так, что это... Ну, что-то в сердце надо чувствовать. Убрать, намолотить может каждый. Вырастет такой урожай. И сложные погодные условия. Этот год, вы сами понимаете, в июне месяце не было дождей. Тяжело, тяжело было вырастить этот урожай. Но, тем не менее, очень хороший урожай выращен. И стараемся убирать без потерь. 1103 тонн зерновых – таков результат водителя пожарной службы. И это первый рекорд. Глава МЧС области лично поблагодарил Олега Гладкого за успехи в работе и активное участие в уборочной страде. Это результат работы, это подготовка техники, это отношение к делу, это, конечно же, патриотизм, вне всяких сомнений. Поэтому мы максимально поддерживаем вот такие действия наших работников, максимально способствуем этому. И пусть ребята работают, пусть помогают сельскому хозяйству, укрепляют безопасность нашей страны. Помимо жатвы много других работ, и их надо кому-то выполнять. И нам приятно, что вот уже несколько лет экипаж МЧС работает у нас за штурвалом комбайна на поле. И, кстати, работает очень хорошо. В прошлом году почти 2000 тонн намолотили. Подготовительная фаза – немаловажный момент. Привести технику в должное состояние ежедневно, отслеживать ее исправность – дело, требующее сил. На полях Барановического района работают 128 комбайнов. Деятельность осуществляют 32 звена. Обеспечивают безопасность 33 единицы пожарной техники. Барановский городдел обеспечивает в данной уборочной компании работу шести пожарных расчетов непосредственно на полях. Это резервная техника в свободное отнесение службы время. Мы выезжаем и с утра до возвращения комбайна в машино-тракторный парк обеспечиваем вот эту безопасность сопровождения техники по территории Барановического района. Даже при перемещении с одного поля на другое. Такой своеобразный противопожарный дозор – необходимость в условиях жаркой погоды. В том, что касается обеспечения безопасности, сотрудники МЧС всегда на передовой. Тем более в период проведения уборочной кампании. Под особым контролем – соблюдение безопасности в хозяйствах. Рейдовые группы осуществляют визиты с целью проверок. Не перезаряжен огнетушитель, не закрыто сенохранилище, не соблюдена целостность строительной конструкции, нарушены правила складирования, не соответствуют нормы температуры и влаги сена. Такие ошибки не редкость. Устранить недоработки – вот главная цель. Строго предупреждаем и иногда прибегаем, конечно, к более жестким мерам. Естественно, ведем учет и информируем районный исполнительный комитет о тех недочетах, которые мы выявляем. Такой подход к делу дает положительные результаты. Очередная проверка спасателями молочно-товарного комплекса открытого акционерного общества «Крошин» в Барановическом районе. Нарушения не выявила. Проводим мы инструктаж. То есть у нас видели, какой есть зал. Мы собираем людей, проводим, обучаем, чтобы все знали. Даже оператор, хотя доярка, она там доит коров, она может это не видеть, но мы все равно их обучаем. В лидерах жатвы нынешнего года хозяйства Бресского, Барановического и Каменецкого районов стремительно приближаются к экватору уборочной компании и другие. Мы имеем возможность убирать день 6% при хорошей, благоприятных погодных условиях. Поэтому 6 дней, вернее 10 дней по 6% нам надо 6 хороших погодных дней. К сожалению, такой погоды не получается, так как, как вы видите, проходят дожди, грозы. Это, конечно, сдерживает. Поэтому я думаю, что в течение двух недель мы уборку эту закончим. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале Бук ТВ. Продолжаем говорить об актуальном, важном и интересном. Вальсом на легендарных автомобилях «Урал», 8-километровым марш-броском и настоящим полевым обедом с горячей солдатской кашей отметили в Бресте День ВДВ. В очередной раз в областном центре собрались те, для кого такие слова, как «сила», «мужество», «отвага» – не пустой звук. Они искренне верят в военное братство и точно знают – армейская дружба всегда пройдет проверку на прочность. Традиционно торжественные мероприятия прошли на территории 38-й отдельной краснознаменной бригады, которая вместе с профессиональным праздником получила новое имя и новый статус – статус десантно-штурмовой. О том, как сегодня служится молодому пополнению, а также как сохраняются и приумножаются военные традиции, наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. День ВДВ для Бреста – день особенный, ведь именно 2 августа город над Бугом становится в буквальном смысле десантной столицей. Всегда, чтобы повидаться с друзьями, вспомнить счастливые армейские годы, приезжают тысячи гостей. Дресс-код остается на протяжении десятилетий неизменным. Это голубой берет и полосатая тельняшка. И следуют этому дресс-коду не только десантники. За долгие годы празднования Дня ВДВ локальное в своем роде торжество переросло в большой городской праздник, попасть на который спешат все – от мала до велика. Ведь именно здесь можно познакомиться с современным вооружением белорусской армии, оценить мощь настоящих боевых машин и даже попробовать на вкус солдатский обед. Женя, живой ротик. Вот так, молодец. Самая вкусная солдатская каша. Мнение о том, что бывших десантников не бывает, в этом году голубые береты подтвердили еще раз, введя новую спортивную традицию. Своеобразным марш-броском военнослужащие разных лет ознаменовали начало праздничного дня. Восьмикилометровый маршрут протянулся от парка воинов-интернационалистов до ворот 38-й бригады. Наше бригадство объединяется, хотя я с 5-й бригадой, но поддержал 38-й, потому что это их инициатива была. И чувствуется, что на гражданке мы единое, целое. По давно сложившейся традиции официальные мероприятия прошли на плацу части. Здесь в торжественной обстановке заслуженные награды получили наиболее отличившиеся военнослужащие. Лучшие в боевой подготовке, мудрые наставники молодого пополнения. Летописцы новой истории соединения с легендарным прошлым и большим будущим. Это мужественные, крепкие духом, благородные люди. И я горжусь тем, что мы учились друг у друга все эти годы. И как только наступает праздник День ВДВ, я всей душой здесь. Развернутая и обширная учебно-материальная база обеспечивает плановый всесторонний поток военнослужащих. Особенно большое внимание уделяется в силах специальных операций и физической подготовки. И введение новых объектов, как зал рукопашного боя, спортивный зал, комплексный, позволит военнослужащим постоянно заниматься и совершенствовать свои навыки. Бесспорно, одна из самых ярких и интересных составляющих мероприятия – так называемое показательное выступление. Лучше один раз увидеть, уверены брестские десантники, демонстрируя публике слаженное исполнение различных упражнений. Отточенный шаг и неукоснительное следование ритму и такту показали гостям соединение представители роты почетного караула и их юная смена, учащиеся средней школы номер 35. Своим творчеством порадовал брещан военный оркестр. Теоретические и практические навыки ведения специальных операций гости праздника также смогли увидеть прямо со зрительских площадок. На территории за плацом была разыграна ситуация с использованием технических средств защиты. Но на этом программа не завершилась. Впервые на плацу подразделения был исполнен необычный вальс. В ритме танцы здесь закружились знаменитые автомобили «Урал». Но, несомненно, главный сюрприз праздника остался традиционным. Своё отточенное мастерство рукопашного боя, а также выдержку и в буквальном смысле нечеловеческие способности продемонстрировали военнослужащие разведывательной роты. Музыка День ВДВ является профессиональным праздником, который отмечается во многих странах постсоветского пространства. История этого рода войск овеяна славой, пропитана патриотизмом, который передается военнослужащими из поколения в поколение. Здесь чтят традиции, здесь сохраняют историю. Здесь, благодаря наставлениям командиров, появляются настоящие защитники своего отечества. Уверенные в себе, сильные духом, настроенные только на победу. В первую очередь армия – это школа. Школа будущей жизни, которая учит также дисциплине, выносливости. Праздник замечательный. Командование 38-й молодцы, все десантники молодцы. Особое спасибо бойцам, которые всё показывали. Самый лучший праздник в году. Ждём его целый год. Достроение вот такое. Это наша школа. Она нас воспитывала, поэтому наши корни здесь. Школа жизни. Это сила, мужество, отвага и достоинство. Общение с людьми. Учат многому в армии. Ценишь людей, ценишь дружбу. Вот это главное. Дружба в ВДВ сплачен из коллектива, потому что ВДВ – это отличные ребята. Когда в жизни постоят друг за другом, даже когда бы не было плохо. Даже пускай на гражданские нам было плохо, мы позвоним друг другу, приедут, всё равно помогут. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрели итоговую программу «Бук-Информ». И это всё то, о чём хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бук-Информ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть её на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Всё это вы найдёте на сайте телекомпании «Бук-ТВ.Бай», а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 7 августа город Брест будет находиться под влиянием фронтальной системы, смещающейся в восточном направлении, а вслед за ней с Балтики начнут распространяться прохладные и неустойчивые воздушные массы. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, умеренный, при грозах – сильный, порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 16-18 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21. В понедельник, 8 августа, погоду в областном центре в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренной теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. В ночные часы будет немного прохладно – от 12 до 14 градусов выше нуля. Температурный фон дня – плюс 21, плюс 23.